всем привет так тема сегодняшней нашей встречи это опять таки тыква но это будет пирог тыквенный из слоеного теста тесто у меня готовое не стал тратить много времени чтобы его приготовить все оно из для этого фабрики которые все это делают хорошего качества он очень простой очень низкокалорийный очень полезный можно говорить часами о тыкве поэтому я постараюсь ее оставить также полезной какая она есть для этого я не буду ее жарить опять напоминаю я всегда вот такие вещи хочу вам дать понять ее не надо жарить не обязательно не тушить ничего если вы хотите сделать пирог тыква такой продукт очень быстро готовится очень мягко становится быстро и не надо его жарить только портить ингредиентов немного но мы начали вот я купил эту тыкву она называется кент она сколько у нее более грубая чем вот когда я готовил суп из тыквы то мягкая сколько поэтому я не стал не буду забирать ваше время потому что это очень длительный процесс я уже порезал и сейчас на терке накрошу и дальше все только надо смотреть все ингредиенты будут на видео и в конце внизу на ссылке отжариваем нынковицу но не жарим так чтобы она не сгорела а тем временем напираем я добавляю чуть больше столовой ложки виноградный сок для сладости вместо сахара и добавляю чуть меньше столовый ложки это уксус и даю ему как говорится карамелизоваться понимаете чтобы он был такой сладенький и в то же время кисленький а теперь я вот кладу здесь столовая ложка соли чайная ложка черного перца очень хороший вкус дает для тыквы везде это особенно в пирогах будет очень вкусно мускатный орех чуть меньше пол чайной ложки и орегано что это душится как бы тоже очень коров будет изумительный вкус попробуйте но вы можете положить туда свои специи тоже так немного не перебарщивает потом я еще до конца тогда уже доделаю эту штучку 900 грамм зачищенной так наш лук выглядит уже вот такой высыпаем лук вводим маслице немножко пюре томатного разделяем белок и желток отправляем наш тыкву чуть-чуть белок подсолить изумительный тыкву может там сейчас можно Подливаю еще бульон куриный, чуть-чуть, 100 миллилитров. Субтитры сделал DimaTorzok Делаем нижнюю, я сделал пока на полную 230-20 градусов. И только пока работает у нас нижняя, чтобы хорошо низ взялся. Потом мы дальше увидим и включим верхняя. Ну вот, мы его вывозили, я помажу еще маслом немножко, чтобы не был он сухим совсем. Вид прекрасный, мы дадим ему немного остыть, сейчас кто-то спеет еще маленькие пирожки. И мы попробуем на вкус, что у нас получилось. Вот, масло не помешает. Ну вот, друзья, давайте все-таки порежем. Все прожарилось. Ну вот, друзья, спасибо за внимание. Попробуйте, сделайте. Никогда не знаете, где самый вкусный, если вы никогда не попробуете. Пока. Всем привет, до новых встреч. Лайкайте, подписывайтесь. Будет много интересного. У нас начинается лето, так что будут интересные рецепты тоже летние. Пока.